Всем привет! Сегодня мы покажем, что Батуми это не только черное море и чудесная набережная. Отправляемся на прогулку по старому городу. Скажем сразу, он нас удивил. Маршрут прогулки оставим в описании к этому видео. Пользуйтесь! Мы стартовали на театральной площади. Ее украшает золотистый фонтан Нептун. Правда, он почему-то не работал. Но менее красивым он от этого, конечно, не стал. Позади него расположен Батумский драматический театр имени Чевчевадзе. Все спектакли тут на грузинском. Обогнули театр сзади и нырнули в самое сердце старого города Батуми. Фруктовые лавки, винные магазины, сувениры. Даже зимой тут кипит жизнь. Старый город застроен еще в 19 веке. Сегодня он полностью отреставрирован. Именно этот район считается культурным и историческим центром Батуми, где сосредоточены самые главные достопримечательности города. Прямо по курсу высокая башня с часами. Это ориентир, по которому вы найдете площадь Пьяца. Только взгляните, какая романтика! Говорят, вдохновением для создания этого удивительного места послужила архитектура Венеции. Действительно что-то есть, правда? Летом здесь очень оживленно. Бары, рестораны, кафе, шумные туристы, фонтан в центре площади. Вне сезон тут спокойно, тихо, но атмосфера волшебства не пропадает. Башня с часами – грузинский вариант колокольни Святого Марка в Венеции. А рядом с роскошными достопримечательностями – типичные грузинские дворики. И это так органично вписывается в общую картину. Гулять по этому району – одно удовольствие. И шага не пройти, чтобы не наткнуться на что-нибудь интересненькое. Это церковь Святого Николая – один из старейших храмов Батуми. Его построили греки более 150 лет назад. Гуляя по старому городу, вы непременно наткнетесь на кинотеатр «Аполло». Фильмы в нем идут как на грузинском, так и на русском языке. А эту башню мы увидели еще с набережной. Очень хотелось подойти к ней поближе. Она так похожа на диснеевский замок. Оказалось, что ее украшают астрономические часы. Даже не хочу знать, что внутри. Я предпочитаю думать, что там живет звездочет. Находится она рядом с площадью Европы. Это самое главное место в Батуми. Площадь украшает статуя Мидеи с золотым руном. Это символ благополучия Грузии. В центре площади обычно работает фонтан. А летом уличные кафе всегда заполнены туристами. На площади Европы проходят концерты и проводятся праздники. Место получило нынешнее название в 2006 году после вступления Аджарии в Ассамблею Европейских регионов. Обязательно задержитесь здесь и рассмотрите необычные фасады зданий. Полюбуйтесь парком и достопримечательностями. Гуляя по Батуми, загляните в кафешки, на бокал вина или сытный обед. Если нужен совет, куда именно сходить, пишите в комментариях. В описании к видео оставим ссылки на проверенные экскурсии в Батуми. Советуем сначала погулять с гидом, а потом просто неспешно наслаждаться старым городом. Носочками и сумками с хинкали и хачапури можно любоваться бесконечно. Хороший подарок из Грузии, правда? Сувениры и вино в старом городе стоят примерно столько же, сколько на набережной. А это армянская церковь. В Батуми проживает около 8 тысяч армян. Обратите внимание на вывеску. Сохраняйте инструкцию на время отпуска. На посещение старого города стоит отвезти не меньше двух-трех часов, а еще лучше полдня. Погуляйте, закажите кофе на песке, отдохните. На обед отыщите самые вкусные хачапури и снова отправляйтесь в путь. День пролетит незаметно. Поддержите нас лайком, нам будет очень приятно. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы путешествовать с нами и дальше.